приветствую вас друзья на своем канале с вами я зоя и сегодня у меня светлана лобода я буду давать именно матрицу мне очень интересно что это за игрушка чем она начинена ну и конечно же какие-то неприятные стороны я не буду открывать но немножечко так поверхностно все-таки я посмотрю и попытаюсь и попытаюсь раскрыть ее внутренний мир сразу же хочу сказать что светлане надо обращать внимание на свое здоровье если у нее есть болезненность в области затылка или ушей то необходимо чистить кости она уверена в себе сильная воля к победе готова много для этого трудиться и получать необходимые знания как правило у нее хорошие организаторские способности сильное нравственное сознание которое в их которые прекращает работать или же быть на поверхности как только она начинает терять самообладание она склонна отвергать все что могло бы повредить ее достоинству моральному облику репутации но как только она ее система нервная система ее внутренний мир выходит из равновесия она сразу же начинает катиться то есть все ее удержать невозможно очень важна карьера репутация как ее принимает в обществе она хочет влиять влиять на мир она хочет влиять и не только на мир но оставить некий след после себя чтобы ее вспоминали что она вошла в историю и ради этого она готова на многое есть дипломатичность девушка элегантная проникновенная и самое главное что все ее поведение подчеркнуто рассудком и интеллектом но еще раз повторюсь если внутренний мир ее находится в таком нервозном состоянии ну бывает да вот многим нам знаком то она не всегда выдерживает это или же выносит или же ведет себя с достоинством горда заносчиво одевается со вкусом хотя это мы все видим сильно развито чувство прекрасного любит большие праздники большие праздники не любит ничего вульгарного эстетике придает большое значение некультурные излишества отвергаются сильно развито чувство формы и это ведет часто к нежеланию добраться до сути то есть добиться найти соль как говорится в том или ином смысле поступки проекте но все что касается карьеры это для нее свято чувство может прорываться я сказала на равновесие тоже способна нарушаться что для нее трудно и опасно поэтому она предпочитает любовь вообще ну и живет конечно же иллюзиями человек очень очень иллюзорный с годами она начинает уже показывать другую сторону то есть одевать маску становится знаете а таких говорят человек с двойным дном человек с двойным дном во первых ну я думаю что наверное в шоу-бизнесе по-другому и не бывает там они все с двойным дном так и остроумно интересный собеседник из нее получается много у нее друзей ее предназначение уравновешивать вокруг себя все что находится вокруг и и ее это и близкие люди которые ну и конечно же работа она может и должна вести переговоры с нее хороший получается представитель то есть она может представительствовать предпочитает или же матрица говорит о том что это человек искусства музыки все что украшает жизнь и требует хорошего вкуса это ее дело от парикмахера до руководителя культурного заведения благодаря сильной потребности в гармонии и ее сильной общительности она всегда создает вокруг себя хороший производственный климат с ней легко и приятно работать это есть то есть она что все что касается работы карьеры это на первом месте от природы от природы она не уверенная в себе так как во всем видит сразу две стороны и может колебаться стараться сохранить равновесие и за это их ее могут хвалить даже что вот где-то в каких-то сложных ситуациях она все-таки способна скажем так сдерживать себя но это ей очень очень тяжело очень тяжело я посмотрела ее прогноз на 2020 год слушайте там вообще там кошмар там ужас там ужас ну что еще сильное чувство справедливости то что она справедлива трудолюбива однозначно особенно это будет проявляться или же проявилась после 29 лет кстати сколько ей лет нужно больше уже под 40 всю жизнь ищет знаний духовных интересов основа союза любого союза это любой любовь и если это брак ну а если это работа то конечно же любовь к тому что она делает любовь к музыке песни на первом месте всегда у нее некое истинное единство но любит и пофлиртовать пококетничать причем флирт у нее не всегда ведет близости и не говорит о готовности что она готова на какую-то близость одной эротики для союза в ее понимании мало нужны общие интересы и любовь к искусству то есть ей нужен человек ее круга ее интересов то есть человек которым с которым она могла бы поговорить о том что ей интересно или что ее интересует может ладить с людьми оказывается слишком важным для нее прежде всего вот как она ладить с людьми вот от этого она и принимает решение самостоятельная в действиях предпочитает сотрудничество и свою самое интересное дорогие мои что все что она делает все что она делает она например вот она предпочитает сотрудничество но самое главное что она предпочитает долю в своем Сотрудничестве и вознаграждении как бы. Ну, здесь, скорее всего, что именно идёт разговор или же указывается на материальные какие-то блага. Что ещё? Имеет ограничения, тормозит судьба, матрица указывает на то, что именно ограничением является некий тормоз на личное самовыражение и честолюбие. Как бы сама Вселенная, её судьба немножечко притормаживает. Но она должна справиться с этой областью ограничений, чтобы свободно развиваться. То есть человек всё-таки будет прилагать по жизни, постоянно будет прилагать некие усилия. Её силовой потенциал проявляется способностью возрождать и превращать себя и своё окружение в некое такое... В продукт, если можно это сказать. Имеет невероятно большую энергию. Умеет проникнуть в суть вещей. Способна проникать в измерения и открывать источники фундаментальной энергии. Следовательно, у неё есть знания. Ей интересен не только этот мир, но и потусторонний мир. Это она владеет некой первозданной энергией, которая проявляется как сексуальная потенция, которая, например, может проявляться и в духовной, и в физической форме. Для неё, я думаю, что не то, что возможен, а она имеет доступ к высшим областям сознания. Это человек, который может стать орудием божественной воли. Во-первых, здесь есть указание, что если не удастся всё-таки сочетать свою и божественную волю, то она рискует, скажу так, вследствие комплекса власти стать диктатором, что будет приводить её к уничтожению. Ей надо учиться терпимости. Терпимости, терпимости и терпимости. Потому что у неё делится жизнь или вот эта терпимость на три таких, я скажу, берега. Один – это берег или это люди, которых она вынуждена уважать. Второй – это люди, с которыми она вынуждена сотрудничать, и они ей важны. Третий – это свободный берег. Она не видит, не слышит тех, с кем она не сотрудничает, и она способна через них, как вам сказать, переступить и пойти дальше. Есть четвёртый берег, но это берег, в который табу. Туда нельзя заходить. Это некая безмятежность. Это всё то, что её интересует. Это её увлечение. Это её эзотерические, магические способности. Это всё то, чем она живёт. И более того, чем она ещё и пользуется. Она, ну, я думаю, вы умные, вы это всё поймёте. Это человек искусства. Всё. Воображение часто сосредоточено на практической области. Часто. Я думаю, что с годами это будет меняться немножечко. Деньги, власть, сочувствие боли других даёт гуманизм. То есть она очень любит животных, имейте в виду. Так что сейчас защитники зооприроды могут примкнуть. Девочка для социума, то есть, ну вот, для выхода в люди, в людях. Как она себя ведёт, она, эта девочка ранняя, у неё присутствует, как сказать, она рано созрела. Ранняя зрелость. Серьёзные уже в раннем возрасте у неё работы. Есть профессионализм. Причём я бы сказала, что этот профессионализм и вот это всё, как некая кирка, которая, она вот долбит вот эту скалу какую-то мёрзлую, каменную. Тут уж как кому удобно. Но, к сожалению, у неё очень тяжёлый характер. Человек конфликтный. Очень много ссор с близкими, то есть с близкими людьми. Это родственники. Этот человек не боится. То есть Светлана Лобода, она не боится работы. Много добивается самостоятельно, но очень часто её могут предавать окружающие. То есть могут попользоваться и идти дальше. У неё поздний может быть брак, и он даже может оказаться не один, этот брак. А в целом можно даже сказать, вот, ну, я знаю, что у неё есть, наверное, брак, но у неё может быть, кстати, развод. И, ну, понимаете, как очень интересное указание, что брак может быть и брак будет, но есть этот брак, нет этого брака, по-любому она такая, знаете, она такой закоренелый холостяк или же даже, можно сказать, старая дева. То есть может она поздно замуж вышла, может ещё что-то. Но у неё, у неё ещё будет, по судьбе у неё может быть и развод. От чего или чего надо себя беречь? Или быть осторожной? Это матрица говорит, что может быть опасность телесных повреждений и могут быть на теле шрамы. То есть они уже у неё есть, и по жизни это всё будет, скажем так, продолжаться. То там, то там где-то какая-то царапина. Очень сильная потребность в дружбе, коллективной деятельности. То есть без коллектива она себя не видит. Легко она может завязывать знакомства, но все связи непродолжительны. Надежды, цели, желания. Всё зависит от настроения. Помните, я в самом начале на этом очень сильно акцентировала ваше внимание. По жизни много женщин, то есть встречается женщин много. Дружить или часто дружба такая, может быть, сильная или значимая для неё через семейные какие-то связи. Настроение зависит от мнения и реакции, например, друзей. Поэтому если вы скажете, что что-то вам не понравилось, а она считает наоборот, настроение у неё испортится. В значительной степени всё выражает очень эмоционально. И прежде всего она выражает себя как музыканта, как композитора. То есть она пишет песни как певицу. Прежде всего через участие в общественной деятельности. Она принадлежит к очень многим различным группам, клубам, организациям или, может быть, помощь даже близких людей, компаний. Я думаю, что это, может быть, какие-то концерты в ресторанах, где-то какие-то корпоративы. Вот это всё. Ну, может, вот если у неё хорошее настроение, она испытывает прям такое, я не знаю, даже, скажу так, такие родственные чувства к людям, которые, ну, я не знаю, то есть она готова всех целовать, обнимать. Она нуждается в людях, вне фактической, даже если у неё есть фактически семья, но люди ей нужны. Ну, скорее всего, что это связано с профессией. Скрытно склонна к тягостному молчанию. Очень трудно многим её понять, что скрывается в глубине её души. Она доверяет и открывает себя очень немногим. Не позволяет себе быть уязвимой, то есть закрывается. И даже, более того, выпустить из рук контроль над отношениями с окружающими. То есть вы представляете, какая жизнь. Я скажу честно, я смотрела некоторых звёзд шоу-бизнеса, но здесь явное указание на то, что человек, знаете, застёгнут как шинель на все пуговицы, и она боится лишний раз где-то что-то, может быть, сказать или рассказать. Ну, это человек, скажем так, открытый, известный, поэтому здесь ей сложно. Матрица говорит о том, что ей надо научиться прощать и забывать. Лучше будет, если она станет проявлять свои чувства открыто и прямо, не пряча и не подавляя их. То есть здесь получается, что то, что я вначале сказала, что она может, если внутри у неё там клокочет, то она может и, так сказать, не сдержаться и устроить скандал. Внешняя видимость её не удовлетворяет, она стремится проникнуть через какие-то внешние, как бы вам сказать, внешние, может быть, одежду, может быть, какие-то жесты, может быть, ну, что-то такое вот внешнее, чтобы понять скрытые мотивы людей или же каких-то поступков. То есть она в этом тоже разбирается, но разбирается в поступках, которые сделаны против неё, она тоже думает, она и фильтрует. Помните, я сказала, что у неё есть три берега, и я вам их перечислила, а есть ещё четвёртый, который – это табу. Что ещё? Очень быстрые подсознательные решения у неё бывают, неумение обосновать симпатию или же антипатию, то есть так, или мне нравится, или не нравится, а почему так или иначе, а я не хочу, я не знаю. У неё присутствует необъяснимый фанатизм, чувственность, и она живёт постоянно в конфликте со своими чувствами, конфликт со своими чувствами. Психологически это очень сложно. Когда-нибудь до этого взорвётся, преувеличена у неё, или же она, как это правильно сказать, она слишком преувеличивает и слишком серьёзно относится к людям, к личным делам и к каким-то людям, с которыми у неё есть дела. Ну, какие-то, может быть, партнёрские отношения, но это не просто её там танцоры или ещё что-то, это другая каста людей, что ведёт к жадности обладания и даже ревности иногда бывает. Обид не забывает, язвительно, насмешливо, хочет, часто хочет изменить семью и домашнюю ситуацию, то есть такая, ну, она тиран. Своевольно считает только, или считается только со своими желаниями, она считает, что она и Вселенная, вокруг её все должны, ну, все должны ей подчиняться. Детей воспитывает или будет воспитывать, я знаю, что есть у неё, по-моему, девочка, методом кнута и пряника, болезни, отёчность, опухоли могут быть, заболевания мочевого пузыря, выделительная система, болезни половых органов. Ну, дальше вот уже немножко не буду, вот говорила, не буду давать какие-то, а, знаете, как говорят, увлеклась, увлеклась. При хороших таких, как вам сказать, общественных, вот всё то, что происходит сейчас у нас, дорогие мои, вот этот ковид, вот эта изоляция, карантин, конечно же, это для неё разрушение, как говорится, саморазрушение, а вот когда всё хорошо, ну, всё открыто, езжай куда хочешь, то, конечно же, здесь она очень хорошо себя чувствует, у неё присутствует сострадание, великодушие, она может и умеет, и желает, и делать добро. Но её интерес к благотворительности может проявляться с политической, слушайте, с политической активностью, тогда получается хорошая карма. А почему с политической? Политика, может быть, это, ну, политика, 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 то есть это должно идти в массы и развиваться, может быть, таким образом. Тогда у неё будет хорошая карма. Вызывает она к себе доверие, особенно со стороны женщин, могут многие на неё рассчитывать, на её поддержку, сотрудничество. То есть она способна на, скажем, на широту души, да, во всех направлениях, но здесь есть один большой минус. Надо угадать или же попасть, когда у неё нет внутреннего дискомфорта. Может быть, расточительно, лениво, склонна к сладкой жизни, разгулу. Может быть, честной, порядочной, деловитость. У неё деловитость здесь есть, она однозначно. Что касается здоровья, то, в принципе, здоровье у неё хорошее, так как у неё астральное тело Луны. То есть, понимаете, она получает достаточной энергии именно благодаря Луне. Так, что ещё? Может служить религии, воспитанию, но могут развиваться и некие комплексы. То есть она может себя почувствовать мессией, как на уровне шоу-бизнеса, так и, может быть, где-то в какой-то благотворительности. Она может быть таким беспокойным странником. Эмоциональная привязанность к дому, друзьям, материальным ценностям. И вот это всё, оно не даёт возможности куда-то уезжать надалеко. То есть она дальние поездки, ну, она как-то старается, мне кажется, от них особо надолго не уезжать. Так, что ещё? Ещё, ну, красота у неё такая, знаете, как некоторые мужчины говорят, волнующая, богатая событиями, жизнь, эмоционально напряжённая девушка. Ну, у неё эмоции, конечно, преобладают очень сильно. У неё есть знания, у неё есть интерес к астрологии, у неё есть интерес к космосу, и влияние космоса на её внутренний мир очень велико, очень велико. Её фантазии, то есть всё мечты, они направлены за пределы нашей планеты, к неким райским полям, землям, недоступным для, например, тех, кто скован некой плотной оболочкой, или, ну, кто вот привязан к своим, к земле, грубо говоря, кто не может мечтать, созерцать, фантазировать. Она способна совершать множество добрых дел. И, кстати, что касается вот совершать добрые дела для окружающих, ну, для социума, да, она одновременно может питать и презрение к подлости, то есть презрение к подлости питать, питать, питать. Думайте. Всегда готова противостоять действиям, недостойным звания истинного человека. Ну, она такой, знаете, реформатор, человек движения, всё время она должна двигаться, двигаться и двигаться. Так, и вы знаете, очень интересно, она склонна к насилию, есть у неё тайна, тайна у неё есть, причём такая, знаете, даже не тайна, а болячка. Она склонна к зависти, стукачеству, у неё есть тайна и непонятная для других жизнь, то есть за жизнь скрытая. И я боюсь вот даже сейчас произносить, но у неё может быть где-то брошенный ребёнок. Не хотела говорить, сказала. Ладно. Интерес к философии, юриспруденции, высшее образование тоже у неё есть, и это надо для престижа, для профессии. Решение, вы знаете, не всегда, но в основном старается принимать решение, как-то вам выразить с этика нравственных соображений, то есть, чтобы и нравственность соблюсти, и этикет соблюсти. Ну и, конечно же, практичность. У неё кругом присутствует практичность. В будущем, да, наверное, уже и сейчас, это учитель, это профессор в своей сфере, может быть религиозным наставником, любит путешествовать, любит очень дальние страны, так, свойственно неутомимая жажда знаний. Ну вот ей всё, всё, всё. Ей, кстати, интересно философия, религия, астрология, психология, то есть всё вот это вот, она всем этим интересуется. Парапсихология – это вечный студент, который всему учится, всё на себя цепляет, цепляет. Она даже изучает другие культуры, ей это интересно. Она, опять же, она может быть благоразумна, может быть тактична, может легко общаться с людьми, то есть, это человек очень коммуникабельный. И она объективна. Вообще из таких людей, как Лобода, получаются прекрасные консультанты. Мог бы быть умелый, именно не то, что там… Давайте так, умелый посредник. Вот если бы она где-то что-то продавала, то они бы сказали, она умеет это делать. Литературный мог бы быть… Из неё получился бы литературный агент, импресарь его, представитель по делам печати, то есть у неё вот с журналистикой, с литературоведением, вот с этим всё у неё хорошо. Может стоять за честность, стремиться к этому, чтобы между людьми устанавливать гармоничные отношения. Что касается заболеваний, ну вот почему-то заболевания, невралгия. И причём невралгия почек может быть. Ну, с мочеточниками тоже есть проблема, но я уже скажу, потому что мало ли вдруг человек это всё-таки услышит. Ой, так, девочки. Ну, талант. Этот талант, конечно же, этот, она вот, всё, что она достигает, это как некая цитадель, на которую она взбирается. Но очень много разочарований в жизни, очень много. И вообще это одинокий гений, который много-много будет терять по жизни, у неё в жизни вечные заботы. Эти заботы о близких, огорчения, оскорбления, могут быть поношения, но это всё дома. Это всё то, о чём мы не знаем, да. Очень много есть даже актёров, о которых мы даже не представляем, что у них творится дома. А на сцену выходят, знаете, как счастливые, самодостаточные. С неё, кстати, получился бы хороший работник спецслужб, пограничники вообще. Она у неё, это я всё-таки назову её человеком долго. Ведёт тяжёлую трудовую жизнь. Много она, конечно, работает. Последние годы будет проводить в одиночестве или же часто в одиночестве. Самое главное для неё – это не попасть или же в дом престарелых, или в сумасшедший дом, по большому счёту. Потому что вот эта гонка, вот всё то, что она проживает и как она проживает, – это сложно. Так, что же ещё вам, мои хорошие, сказать? Страсть. И у неё, понимаете, у неё проявляются часто кармические эмоции. Кармические эмоции. Ну, вообще, если она человек, если она будет жить по высоким программам, то есть низкая программа, высокая программа, то у неё будет постоянно обновляться любовь. И, прежде всего, эта любовь будет связана с духовной силой, когда воля будет проявляться на высоком уровне, и это будет её спасать. Очень сильный, конечно, талант у неё есть в искусстве. Актёрство у неё есть. Что касается отрицательных каких-то вещей, сказать, не сказать, это человек, который безудержный в сексе. Счастливая может быть и вообще энергетическая, энергическая натура. У неё такая энергия очень, которая может прям к ней тянуться люди. Так, гармония может быть в браке и эмоциях, общительность, живость, весёлость, да, но на грани развода, вот скажу честно, развод может быть у неё однозначно. Может дарить своё расположение, может подарить и имущество. Ну, у неё такая есть. Что касается далее, возможно, у неё большое наследство по жизни. Вопрос о деловых предприятиях. Конечно же, это искусство. Это человек, она любимица всех. Что, кстати, очень хорошо для финансовых сделок. По жизни имеет двойную выгоду от брака. Я не знаю, то есть эмоциональную и финансовую. Видите, сказала сразу, не знаю. То есть она испытывает эмоции, и в то же время она имеет финансовую. Друзья мои, а ну-ка быстренько вспомнили свои браки. Двойная выгода от брака. Эмоции и финансы. То есть она любит, то есть ей приятно. Танец, спорт для неё как бы характерный. Так, что же ещё у неё такого хорошего? У неё очень сильная психическая притягательная сила. Очень сильная. И когда она в таком хорошем расположении, когда внутренний мир у неё в таком равновесии как бы находится, то она даже обладает терапевтической силой. Так как вот этот избыток психической энергии, он может ей, конечно же, меня мешать. Надо, вот должен быть интерес. Интерес к магии. Она использует оккультные энергии. Она способна к заметным духовным результатам, но, возможно, непрактичность. В то же время присутствует романтичность и деятельность. То есть вообще это всё может пойти не по тому руслу, не в ту сторону. Деятельностью её часто могут управлять импульсы, что может привести к катастрофе и вообще может разрушить то, что долго строила. Вот, кстати, я почему стала смотреть «Слободу», потому что говорят, что она там где-то закатила скандал. Поступки могут быть таинственные. Любит какие-то такие пустяковые секретики, как девочки в школе или в детском саду. Дела всегда прикрыты налётом тайны. Часто может быть замешано и предательство, и это всё. Самое интересное, что у неё, если случается предательство, то это предательство задевает всё. То есть может задевать все сферы, потому что она слишком в это всё погружается и, скажем так, пропадает в этом. Плохо реагирует или будет реагировать. Ну, вообще-то она уже взрослая, плохо реагирует на медикаменты, склонна к отравлению. Инфекционные заболевания – это её конёк, поэтому надо принимать меры, надо заниматься оздоровлением. Так, что ещё? Ну, вообще, она всю, понимаете, по матрице, она всю жизнь, вот несмотря, скажу честно, вот я, видите, перескакиваю, да, простите меня, пожалуйста. Я как-то смотрела, мне казалось, она такая самодостаточная, счастливая, всё у неё есть, да, все вокруг её скачут, а на самом деле она постоянно вовлегчена в жизненные какие-то коллизии, борьба за достижение превосходства. То есть именно надо превосходство. Наделена она стойкостью, проникновенным умом, и именно этим она прокладывает себе путь, минуя или же перепрыгивая, проходя одни преграды, чтобы через некоторое время встретиться с другими. То есть вот эти вот шлагбаумы, она практически редко их обходит. То есть она их или перепрыгивает, или силой пытается поднять, ну, по мере уже того, насколько она понимает, что надо с этим делом. И всё же, и всё же, Светлана Лобода знает, что за всем этим стоит высшая сила, которая поддерживает её, и которой она может доверять. Кстати, она молится за мир посреди войны. То есть когда вот случается какая-то ситуация, например, ну, не совсем хорошая у неё, то она потом начинается молиться, потому что каждая ситуация для неё – это маленькая война. И она очень часто как бы кается, но она кается и просит прощения, покаяния через молитвы. Религиозность есть, но она верит, она знает, но всё равно всю жизнь будет искать Бога. Сила духа есть, покровительство умерших предков есть, наделена способностями, артистично пользуется всеобщей симпатией – да, верные друзья есть, но есть большой минус, хотя независимый характер. Ну, разве это плохо? У меня тоже независимый характер. Плохо. Никогда никому не служит, не подчиняется. Вот в этом и вся ситуация. Это, как правило, вот с неё бы получился хороший врач, учитель. Ей везёт на религиозном поприще, поэтому, то есть, в принципе, как бы она могла бы где-то что-то… Ну, в какие-то религиозные общины она так или иначе, конечно же, придёт. Дела, связанные с общими фондами, финансами, страховками, завещаниями. И здесь же вот наряду с этим оккультные науки, мистическая… мистика, или же, я бы сказала, её больше интересует мистическая сторона религии. Мистическая сторона религии. Человек бескомпромиссный, готовый спорить и бороться. Отсюда у неё, кстати, очень много тайных врагов. Уверенность в своей абсолютной правоте, за убеждения идут, или же пойдут, даже насмерть пойдёт она. Отсюда непримиримость в принципиальных вопросах, настаивание на своих принципах. Склонна, друзья мои, склонна собирать информацию о других людях. И она это… У неё есть такой некий, как бы вам сказать, информационный дневник, или же даже папка какая-то. Может заводить дружбу и часто некую странную дружбу. Что касается ещё вот о наследстве, я говорила, то она может получить наследство в знак благодарности. Могут быть судебные разбирательства, неверные вклады денег, попытки использовать оккультизм в личных целях. Кстати, именно вот это всё будет или же уже влияет на болезни мочеполовой сферы, водянка, гнойники, скопление гноя в тканях. Ой, какой ужас. Она такая худенькая, аккуратненькая. Достоинство. Она не способна быть поверхностной или мелочной ни в одной своей сфере жизни, в своей сфере жизни. Она не боится доходить до крайности. Может, ну, я говорила, что если нет мира и покоя внутри, то, конечно же. Так. Так, так, так. Много уже я вам говорю, конечно. Ну, всё равно по жизни, если брать её карьеру, вот её работу, вот это направление, то всё равно так или иначе она может остаться непризнанным или быть непризнанным гением, который и сам ничего не доводит до конца. То есть она сама прежде всего может ничего не довести до конца. И в конечном итоге всё, чего она добивалась. Ну, вот вроде как бы всё хорошо, но она не войдёт в такую историю, скажем, как, например, Алла Пугачёва. Это романтик, вечный путешественник. Изменница она, предатель. Я знаю, что она из Украины. И в Украине она родилась. У неё постоянные конфликты с родственниками, неприятности от родителей. Я не знаю о её родителях ничего, и не полезу я туда. Так, сильные профессиональные амбиции. Она всё время хочет на поприще карьеры занимать видное место. Особенно вот до 29, ну, а уже более скорпулёзно она начинает работать после 29 лет. Так, что ещё? Кстати, друзья мои, если вы захотите узнать, как сложится у неё жизнь, дальше вы мне напишите, я посмотрю и сделаю прогноз. Может очень строго себя судить, если не удаётся достичь успеха. Самое интересное, что здесь очень такое, знаете, очень много дорог или же очень много ниточек, за которые она дёргает и может сама себя судить. Это и друзья, это и там и озлобленность, и циничность. Но она всегда всё-таки может гнобить как бы себя, что вот она не пошла там где-то, что-то, не настояла. Вот она за то, что она вела себя, может быть, несколько не так. Для неё типичны головные боли, заболевания почек, камни в почках, заболевания крови. Так что там очень много, у неё очень много заболеваний. Вообще это маг. Это человек, который использует магические способности. и здесь, вы знаете, ну вот отсюда наказание, вот отсюда наказание, поэтому идеи, планы могут давать перемены не только в её жизни, но и в целом в мире. То есть она способна влиять на... Она может... Понимаете, она тот человек, который живёт и по низким программам, и по высоким программам. Очень интересно даже... Ну, друзья мои, не удаётся усидеть, как говорится, на двух стульях. Обязательно провалишься между. Поэтому здесь, конечно... Это человек серьёзный, но человек, который скрывает свои планы. Много интриг, врагов, много эгоистических каких-то мотивов. Она стремится к власти. К власти. То есть она хочет быть на вершине. И она к этому идёт длительно, терпеливо, влияет на своё окружение и даже не гнушается какими-то тяжёлыми усилиями. То есть как можно тяжёлые усилия, какие можно предъявлять? Тут я не знаю. Умеет раскрывать тайны, умеет получать секретную информацию. И в то же время это идеалистка. Она предъявляет большие требования к ценностям. Она может быть ответственна по отношению к своим ценностям. Сочувствует. Она может посочувствовать, может помочь людям, попавшим в несчастье или в беду. Это здорово. Это очень хорошо. Очень большие способности, но очень много разочарований в жизни. А также очень много в жизни фальши и человек, который, я скажу так, вечное по жизни притворство. Она поклоняется красоте. У неё очень много, я бы сказала, масса любовных приключений. Но у неё холодное сердце. Но вы помните, что я сказала, что касается брака, то у неё могут быть две выгоды. Так что вернитесь, прослушайте. Она, как сказать, не то что посвящает, а она изучает, подробно изучает подсознание человека. Вот подсознательные процессы ей очень-очень интересны. И она, как бы, понимает и может стать исповедником, то есть настоящим исповедником для своих друзей. То есть ей друзья что-то говорят, она им даёт советы, она понимает, как говорится, чужую беду руками разведу. И она, скорее всего, что, ну я скажу так, может быть членом какой-то тайной организации. И любит работать, вообще она любит работать в тайне. Но это могут быть и какие-то корпоративы, с которых, может быть, человек не платит налоги. Очень многие даже не догадываются о её какой-то дерзости, о таком, знаете, неистовстве, которое можно назвать сумасшествием. Или, нет, сумасшедшеньке. То есть человек, когда входит вот в некий штопор, то выйти оттуда ей очень тяжело. Она даже сама не догадывается о том, что она способна на это. Ну, вот так бывает, ну и бывает. Как говорится, развеялся туман, забыла, пошла дальше. Она, конечно же, старается сдерживать вот эту импульсивную сторону своей натуры или же реализовывать в каких-то своих фантазиях. Кстати, у неё могут быть очень странные мечты. Что же это за мечты у неё странные? Что же? Что же у неё за странные мечты? Светлана Лобода. Она находится под властью рока. Для неё характерна фатальность, мнительность, инертность, слабоволие. Но, понимаете, вот это вот всё, что я говорю по матрице, это может проявлять... Оно уже сейчас проявляется в каких-то направлениях жизни. Но со временем это всё будет проявляться. Чем старше она будет становиться, тем оно будет сильнее всё проявляться. Например, инертность. То есть она может работать или же ездить на гастроли, вот знаете, вот по накатанной, да, вот надо, надо, бегом, бегом. Мнительность, мнительность, конечно же, есть некие даже, как вам сказать, не знаю, там возвращаться нельзя, если что-то забыла или ещё что-то, потому что она очень-очень сильно к этому подвержена. Этот человек не от мира сего, её всю жизнь влечёт к таинственному, и она, опять же повторюсь, она находится под властью рока. Жизнь как бы проходит мимо её, она, ну вот, вы знаете, во-первых, есть указания на то, что она ко всему безразлична, склонна, ой, склонна к алкоголизму, дурным привычкам, суициду, и вообще, в итоге, дорогие мои, она может деградировать. Угу, какой ужас. Кармический узел, кармический узел, указывает на ловкость. Особенно она очень ловка в психологии, и именно благодаря способности проникновения в сущность таких, знаете, культурно-общественных, организационных каких-то событий или условий, которые вокруг её создаются, вот она там очень, скажем так, ловко она там может все дела делать, то есть зарабатывать на этом. От природы сообразительно, но это понятно. Ну, дорогие мои, она приносит пользу и извлекает выгоду из кооперативных усилий с другими. Она кооперируется с людьми и на этом зарабатывает. И это кармический узел, это только так. и карма даёт ей, кармический узел даёт замкнутость, осторожность и более того, консерватизм некий в поведении, всё-таки она консервативна в поведении. речевые трудности. А разве у неё есть какие-то речевые трудности? Дорогие мои, напишите, потому что, скажу честно, я её вижу, я знаю, что кто-то поёт её там песни, и Киркоров, многие люди, но так. Она очень увлечена общественным мнением, увлечена общественным мнением, да, вы представляете. Я не удивлюсь, если она это всё контролирует, то есть смотрит. Так, ну что, капризна девушка. Так. Ей очень нелегко угодить, очень нелегко, очень. И опять же, она не считается с чувствами окружающих, когда у неё идёт некий дисбаланс, то есть, ну, нет, например, настроения. В то же время она помогает, у неё есть некие, даже благотворительные проекты. Ну, причём нельзя сказать, что ей недостаёт вкуса, но она себе позволяет идти на поводу некоторых или же своих различных желаний. Ей очень трудно сохранять твёрдость. Здесь, конечно, сложно, и это принесёт потом последствия. А не есть эти проблемы уже сейчас. Вот 20-й год, я не знаю, как она пережила. Знаете, это всё равно, что птичку закрыли в клетке, которая пела на ветке, и ей все рукоплистали. Но она должна постоянно стараться поддерживать всё доброе, развивать лучшие качества. У неё очень много такой, знаете, по жизни неудовлетворённости. Очень много. Понимаете, вот её личность, вот она как человек, она очень гармонично вписывается в окружающий мир, в окружающий нас мир, в среду окружающую, да. Объясню немножко, представьте, что вот идёт какой-то голубой огонёк, например. Ну, сейчас уже немножечко голубой огонёк, как говорится, не камильфо, да, а вот раньше всё, будет лобода, и уже люди будут смотреть или смотрят этот огонёк, точно так же, как когда-то именно благодаря Алле Борисовне Пугачёвой смотрели все программы и ловили каждое, я не знаю, каждое слово, как Алла Пугачёва спела, что сказала, в чём была одета, да, поэтому здесь она тоже очень гармонична, и её отношения с окружающим миром тоже, как бы, неплохо складываются, но очень много, как бы вам сказать, я уже говорила, мистических каких-то паранормальных желаний, вот это всё, интерес к потустороннему миру, здесь надо своё развивать, дорогие мои, когда я делаю, например, матрицу, и потом, если делаю, приходят ко мне люди на обучение, и я всегда говорю, не надо ничего оттуда с улицы брать, надо развивать то, что у вас есть, а здесь она, как, знаете, вот такая, как ворона, всё, камешки вот эти вот собирает, и здесь она тоже какие-то общины, где-то какие-то общества, зачем это надо, зачем это надо, то есть человек постоянно загружает свой внутренний мир, свою карму, зачем, у него недостаток идёт акцента на свой внутренний потенциал, на то, что ей дано по жизни, она очень много знает, она умеет, она увлекается всеми этими магическими инструментами, но она всё время, она не слушает то, что ей дано, понимаете, а себя самому услышать очень сложно, поэтому она, конечно, где-то торологи, где-то ещё какие-то, у неё очень много каких-то обществ, куда она ходит, поэтому здесь это, конечно же, очень сложно, то есть, другими словами, она сознательно ограничивает своё участие или физическое участие, как бы вам сказать, в жизни мира, Земли, то есть она может овладеть этим всем, воспользоваться поддерживающей силой вот энергии, поддерживающей силой энергии Земли, вот так я скажу, потому что, ну, мы же не только питаемся с космоса, но мы же и у нас Земля ещё поддерживает, поэтому здесь вот так, вот так, что ещё, стремится, она стремится всё время подняться на вершину и быть первой, мощная моторная взрывчатая сила, то есть моторная, непоседливая, болтовня, поверхностность, воровство, возможно, графомания, ну, это нормально, графомания, потому что очень многие пишут песни, где-то они между собой перекликаются, болезни кожные, лёгочные, стресс от недостатка информации, представляете, стресс от недостатка информации, я уже говорила, что 2020 год для неё это ужас, значимость собственных высказываний, то есть её высказывания, они должны цитироваться, и она считает, что они значимы, а это всё даёт нервозность, раздражительность, клаустрофобию, у неё может быть быстрая речь, мимика, ну, не знаю, там уже всё переколото, какая там мимика, может быть, этого уже и не видно, её речи, эмоции могут отличаться яркой, яркостью, энергетически, то есть большой силой, ну, в общем-то, ждут её, конечно, разочарования, дорогие мои, ну, что делать, что делать, как сложится судьба, будет ли она иметь при жизни успех, получит ли она удовлетворение, ну, у неё очень велико честолюбие, и жизнь её всё время будет меняться, и если говорить о действиях, то, конечно же, преобладает инстинкт, поспешность, импульсивность, агрессивность преобладает, неосмотрительность, отсутствие меры, и другие негативные вот эти, можно сказать, программы, а можно сказать, черты, я уже вам немножко так поясняю, чтобы вы понимали, что такое программа высокая-низкая, и это будет создавать на внутреннем плане и на внешнем некое напряжение, приводящее к изменениям в судьбе, порой даже непредсказуемым, вот 20-й год, декабрь месяц, Будда Гришна, я на него подписана, я услышала, что она там какой-то закатила скандал, какую-то ванну ей не вынесли и так далее, и это может очень жестко для нее проиграться по судьбе, по карьере, например, да, могут не пригласить, может быть и такое, потому что 2020 год это год обнуления, и все то, что творится в шоу-бизнесе, вот с поп-звездами, как они себя любят называть, тут, конечно же, если она будет держать себя в руках, то есть будет большой потенциал силы, воли для того, чтобы сдерживать все то, что возникает импульсивно, сиюминутно, понаблюдайте за собой, ведь мы иногда очень часто, как вам сказать, очень быстро мы даем некую информацию, раз и все, или реагируем на что-то, так что здесь может быть ориентиры в жизни, ну, она может ориентировать, вот эти ориентиры в жизни, может быть, знаете, как, может потерять направление, может стать беспомощной, беззащитной, много сил тратиться в пустую, поэтому здесь очень важно четкость, конкретность, и вообще любые какие-то варианты, которые как бы отступают от высоких программ, они, конечно же, здорово осложняют ей жизнь, так что вот такие вот, что касается общества, окружения, то небольшой такой доступ к программам, к ее программам, практически на нее мало кто влияет, на нее влияют извне, то есть извне, это космос, это ее подсознательные процессы, вот ее все вот эти увлечения, то, что я сказала выше, и это все, конечно же, влияет на выбор направлений, на действия ее, и это будет по жизни создавать некие затруднения, то есть, ну, будет жизнь меняться, ну, конечно же, не в лучшую сторону, вообще матрица говорит, что необходимо соизмерять все, что она делает с разумностью, то есть, надо, нужна разумность, надо это мне или не надо, ребята, это сложно, конечно, знаете как, и здесь, конечно же, вся жизнь у нее построена на партнерских отношениях, через друзей, через, ну, концерты, вот это вот все, да, и самое главное, что все, что связано с подсознательным, а здесь у нас и магические способности, и психологические, и психология, здесь у нас и психбольницы, если хотите, то есть, вы понимаете, здесь все, и, конечно же, но она должна, конечно, тоже отдавать накопленный опыт, какие-то прокладывать свои пути развития, то есть, что-то отдавать, и, прежде всего, это, конечно же, зрелость и старость, то есть, у нее, к этому времени, как она станет зрелой, старой, у нее накопится некий потенциал, она уже сейчас, я думаю, зрелая, уже под 40, куда, пора, пора, пора делиться, кстати, вот что-то похожее и у Лещенко, я смотрела, есть, в худшем случае она может остаться без корней, без фундамента, и будет вынуждена в одиночку стремиться вперед, вверх, каким-то высотам, если еще ей будет позволено, она человек, который очень близко находится, знаете, как говорится, к солнцу, можно сказать, в таком глобальном масштабе, ей это дано, но как она этим воспользуется, и очень даже интересно, как вообще проиграется, вот, вся эта ситуация, но какой-то будет у нее сейчас такой вакуум, уже 2020 год был, но дальше у нее через, может, год-два тоже будет какой-то вакуум, который ей, вот как она из него выйдет, это уже вопрос другой, дорогие мои, это был анализ матрицы Светланы Лобода, скажу честно, у меня прямо уж надоело мне рассказывать, но что-то как-то вот не могу выйти, ну, понимаете, как войдешь в коридор, в энергетику человека, а выбраться очень сложно, я, конечно же, старалась не давать каких-то уж совсем негативных моментов, потому что это некрасиво, но все равно получилось, все равно сказала, особенно, что касается здоровья, ну, вырезаться я уже не буду, дорогие мои, берегите себя и своих близких, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки, обязательно пишите, кто вам интересен, и я постараюсь сделать анализ. На этом все, с вами была я, Зоя Климек, удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Продолжение следует...